Заместитель директора муниципального казенного учреждения Центра физической культуры и спорта города Артема Никешин Владимир. Широко известен в городском округе. Активный спортсмен, тренер. Также его всегда можно увидеть на соревнованиях в качестве судьи. Рассказал нам свою историю, где учился, чем занимался и как пришел в судейство. Жили в Среднем Шуши, это небольшая деревня возле Шушинска, где Ленин в ссылке был, Красноярский край. Затем жили в Туркмении, город Черджоу на реке Мударье. А потом уже переехали сюда. И вот с 13 лет я живу в городе Артеме, чему я очень рад, потому что город мне очень нравится. Учился здесь, закончил школу 35-ю, но сперва учился в 27-й школе, 8-летней. Она была, это школа в поселке Угловом, где сейчас церковь стоит. А раньше возле церкви было здание церковно-приходской школы. Вот в этом здании была школа 27-я. И вот 27-я 8-летняя школа там была. И вот школу закончила 27-ю, 8 классов, и потом в 35-й школу заканчивала, естественно, 10. После школы поступил в медицинский институт, на лечебный факультет Владивостокский. Я проучился 2 года, ну и ушел. Хотя учился хорошо, но по семейным обстоятельствам. Ушел, отслужил в армии срочную службу. Потом еще 4 года по контракту срочным. Закончил Хабаровский институт физкультуры. Затем закончил там же аспирантуру. Но уже было не Хабаровский институт физкультуры, а была академия физкультуры. После института работал поначалу в училище 24-м, руководителем физиспитания. Как говорят физрук, это физрук неправильно говорят. Есть учитель физкультуры в школе, а есть руководитель физиспитания. Руководитель, он как замдиректора в училище или в колледже. И он практически не преподает, преподают также преподаватели. После училища работал в горкоме комсомола с ведущим отделом. И потом уже с горкома комсомола начальником отдела физкультуры. Работал до 88-го года. Искалет лет, не помню, лет 6, по-моему. Ну а затем перестройка, 90-е годы. Частное предприятие, потом начальником ЖСУ. Потом опять частное предприятие, индивидуальное. Затем с 2005-го года по 2011-й год работал замдиректора института. В связи с тем, что образование соответствующее было. Испирантура, и, естественно, институт. И с 2011-го года, когда институты объединили в Дальневосточный федеральный университет, было предложение работать на острове, в ДФУ. Но в то же время был глава, Новика Владимировича Михайловича. Он сказал, нет, кадров своих и так не хватает. И предложил работать, да, остаться здесь. Потому что предложения были за пределами города. Вы, наверное, так сильно любите город Артем, что решили? Ну, да, было предложение возглавить департамент в Еврейской автономной области физкультуры, ну, как министерство. Почему-то так вот решили на семейном совете. Как там, с супругой, да, решали, решали, но она сказала. Ну, примерно так. И остался здесь. А каким-то видом спорта вы занимались? Ну, да, помимо того, что я легкой атлетикой занимался. Как долго вы идете? Ну, долго. Я в армии, после армии выступал за сборную флота СССР, тогда еще Союз Советский, Союзический был республик. До 26 лет я занимался. Был третьим на вооруженке. Это мотив кросс-мастера спорта по кроссу. А сейчас, вот как-то в 60 лет мне предложили заняться паролифтингом. И вот с 60 лет начал заниматься паролифтингом. Вот за 26 лет стал чемпионом России, чемпионом Европы, победителем Кубка мира. Ну, правда, в категории ветеранов, но тем не менее, с молодыми тоже так же практически на равных. Потому что у нас, к сожалению, ветеранских нет нормативов. Тебе хоть 20 лет, хоть 60. Нормативы одинаковые. А почему вы не связали свою жизнь дальше со спортом, а ушли в судейство? Нет, наоборот. Я как судья, это... Судья спортивный, это как... Наоборот, между делом. Потому что профессии такой, чтобы именно быть судьей спортивный, во-первых, это непостоянная профессия. Непостоянная. Независимо от вида спорта. Хоть футбол, хоть игровые виды спорта, хоть, я повторяю, футбол, волейбол, неважно. Хоть единоборство. Это все, ну, скажем так, временное. Да, я служу в соревнованиях, судья всероссийской категории. Уже с 1990 года, то есть 30 лет я судья ВК. Тогда раньше были сперва региональные, а сейчас всероссийские категории судей. Но, тем не менее, служу, ну, и сейчас, да, служу в первенстве России, в чемпионате России. Ну, и главным судьей, и заместителем, или там старшим на виде, ну, неважно. Вот, допустим, сейчас будут соревнования Дети Азии, международные соревнования. Я слышала, вы будете судьей. Это четвертый раз я служу эти соревнования. О, четвертый раз. С 2008 года, первый раз в 2008 году я был старшим судьей на финише, а уже в 12-16 году был зам главного судьи на международных соревнованиях. В этом году Москва утвердила меня главным судьей. Ну, если взять статистику, вот даже за этот год, я уже два, вот сейчас только июнь начинается, я уже два соревнования отсудил, как главный судьей чемпионата пенниса Дальневосточного федерального округа. Это было по легкой атлетике у нас в Владивостоке. 5-6 июня были все субъекты федерации Дальневосточного региона, начиная от Забайкальского края, кончая Камчаткой. До этого в апреле было Дальневосточное соревнование по кроссу, всероссийское соревнование, тоже был главным судьей. Затем дважды был замглавного судьи, один из них в апреле на Сахалине. Вот поэтому... То есть много матчей уже отсудили на самом деле? Соревнований, да. Я вот пример только вот за полгода, не считая, конечно, вот городские организации, проведения городских мероприятий, я не скажу, что там великий или какой-то, просто большой опыт. Большой опыт, и поэтому приходится работать. А на сколько влияют на работу арбитра, заполненный трибуной? Это больше влияют на спортсменов. Арбитр в любом виде спорта, он мало видит трибуны. Почему? Потому что, может быть, слышит, но мало видит. Он зациклен на спортсменах о том, как правильно для выполнения правил Сейнерами. Вы же видели, допустим, по телевизору футбольный арбитр. Он смотрит только на спортсменов. Ему... Он... Он... Потому что они у него за спиной, и не слышит. Он должен видеть и слышать игроков в то же время, и так же и я. Но в чем отличие соревнований командных от индивидуальных, в легкой атлетике сейчас, допустим, международное соревнование будет. Помимо меня, у меня под моим руководством будет 75 судей. Вот представьте себе, это целая организация, целая организация, большая организация, 75 судей. Потому что на каждой дистанции, на каждом виде, начиная со старта, судей на старте, помощники судей на старте, судей на финише, помощники судей, фотофиниш, работники фотофиниша, работники хронометража и так далее. То есть судей на дистанции, судей на инвентаре, потому что инвентарь большой, судей на технических видах спорта. И за все отвечаешь ты. Поэтому судья должен знать правила, а мы соревнуемся и судим по правилам ИАФ, международных правил, поэтому ты должен эти правила знать наизусть. То есть ты, если что-то нарушилось, ты не должен искать справочники, а что же он нарушил. Ты автоматически должен включиться и сказать, пошло нарушение, вот именно там-то, там-то, там-то. Хотя у тебя есть рефери по видам, рефери там по бегу, рефери по прыжкам, ну это старшие судьи. Есть действительно старшие судьи, твои заместители, но все равно ты тысячный судья, главный судья – это ты, ты должен распоряжаться и судить свои соревнования. Вот, к примеру, буквально два дня назад проходили соревнования в Якутии, в Якутии, по бегу, и бежали 10 километров, там, на призы, там, ну, свои праздники, я не могу ошибиться, поэтому не буду говорить. Спортсмен прямо перед финишем бежал к дистанции 10 километров лидером. За несколько метров было очень жарко, плюс 35, в Якутии в это время там очень жарко, плюс 35, и за несколько метров до финиша он получил тепловой солнечный удар. Он еле бежал, и уже перед финишем 2 метра, буквально, даже телевидение показывали, 2-3 метра осталось, и он уже пришел на ходьбу, его шатает, и тут из зрителя выбегает мама и помогает ему добежать, эти 2-3 метра добежать до финиша. Ну что вы думаете, главный судья после финиша должен был его снять. И он сделал это. Вот представляете, ответственность на главном судье. Идут соревнования, идут чемпионат первенства республики, зрители, а там очень много зрителей ходят, там, десятки тысяч зрителей смотрят, родители, там, все. Он финиширует, финиширует второй, потому что первый его обогнал, вот осталось буквально там несколько шагов, и мама помогает ему за руку его придерживать. Вот, с одной стороны, сердобольная, а с другой стороны, она не зная, она поступила жестоко. Не судьи. Судьи не могли не пропустить этого. Так же и я, если судить, я должен четко знать, что можно, что нельзя, какие помехи, какие, наоборот. То есть, там очень много, большая ответственность, поэтому. А помимо судейства вы еще как тренер, да, работаете? Да, еще помимо основной работы, я еще совмещаю свою основную работу с заместителя директора, я еще тренирую детей, вот вы видели, только что закончилась тренировка, тренирую легкую атлетику в спортивной школе «Темп». Вот у меня есть группа, один мальчик, он сейчас попал, кстати, будет участвовать в Детях Азии. О, ничего, все здорово. Да, это здорово. Международное соревнование попасть, это уже хорошо. Конечно. Уже независимо от того, как он там выступит, он уже выступает, и это его в жизни будет уже... Достижение. В начале жизни такое событие, мальчику 15 лет, и он уже попал на международное соревнование, это очень здорово. Почему? Потому что были несколько этапов отборов, несколько этапов отборов, поэтому, как там выступит, когда родители его спрашивают, а вы там будете? Я говорю, я буду, но к ребенку не подойду. Мне как к судье невозможно подойти к ребенку как к тренеру, почему? Потому что я должен быть абстрагироваться от участников, своих, должен всем относиться одинаково, ровно. А посоветуете своим коллегам или начинающим спортсменам? Какое-то такое напутственное слово. Начинающим? Начинающим прежде всего это не жалеть себя. Если поставил цель, когда начинаешь жалеть себя, вы же понимаете, каждый человек, он ленивый по-своему. Можно это сказать, что это чувство самосохранения, но это лень, обыкновенная человеческая лень. Просто не лениться. Если бы сказали сами себе, что начали бегать по утрам, так вы встаньте и побежите. Не надо переносить на завтра, на послезавтра или с понедельника. И следующее. В любом возрасте, независимо от возраста, начинающим коллегам, нужно заниматься. Мужчина должен, во всяком случае, я не могу сказать про девушек, женщин, но мужчина должен быть сильным, независимо от возраста. Он должен постоять и за себя, и за семью, и за родных. Поэтому надо быть сильным, девушкам красивым, но мужчинам просто сильным быть. В любом возрасте, еще раз повторяю. Редактор субтитров А.Семкин